привет друзья расскажу вам о себе как всегда так случилось что я с ранней юности люблю музыку группы grateful dead это довольно необычно потому что группа grateful dead в нашей стране прямо скажем не шибко не то чтобы не шибко популярно они шибко известно даже хотя сейчас уже конечно это название на слуху уже дает грейтфл дать грейтфл дать что такое а я не слышал или а я слышал какая-то чушь вообще ничего не понял ну на самом деле все те кто об этом говорят знают о том что эта группа в америке считаются супер популярной национальные герои и каждая собака знает что такое grateful dead и кто такие grateful dead кто такой джерри гарсия в частности в европе тоже самое в общем-то в англоязычном мире и не в англоязычном даже и в японии где угодно там где слушают рок-музыку grateful dead знают многие любят в большинстве наверное своем и чрезвычайно уважают пластинок у группы огромное количество я собираю много лет пластинки группы grateful dead стихи получились и постоянно испытываю не то чтобы разочарование но такой мгновенный ужас потому что когда мне кажется что я все собрал раз выходит еще три-четыре концертных альбома я их ищу нахожу где-то значит приобретаю какими-то путями потом бас выходит еще две коробки огромных с концертными записями там по 4 по 3 по 4 дисков каждый и так каждый год они выходят 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 и выходят хотя группа уже в общем давно не существует середине 90-х джерри гарсия покинул наш материальный мир ну остался правда в своей музыке группа после смерти гарсии некоторое время не играла не выходила на сцену а потом под разными названиями музыканты все-таки стали собираться давать концерты даже записывать альбомы хотел меня этих альбомов нету ну кое-что я слышал но как-то вот прошло мимо grateful dead даже трудно понять с чего начать говорить об этой команде потому что такие у нее разные пластинки их во первых много как я уже говорил во вторых они очень разные и группа делится на несколько музыка группы делится на несколько сегментов скажем так даже не периодов а несколько именно таких блоков музыкальных во первых это первые три альбома невероятной психоделии американской потом я буду говорить об этих альбомах это очень интересные штуки и очень странные ни на что не похожие потом две пластинки электрического кантри которые на мой взгляд являются лучшими наверное образцами электрической кантри-рок музыки прекрасно сыгранных виртуозно совершенно гитарная работа замечательная вокал отличные мелодии сложные интересные красивые завораживающие это walking man's dead и american beauty american beauty вообще один из моих любимых альбомов из всей рок музыки ну один из я не буду говорить что самый любимый один из ста там скажем альбомов которые я взял бы с собой в космос если я когда-нибудь туда полечу потом замечательный концертный альбом life dead потом электрический период которому я сейчас подошел ну так вот вот эти вот ипостаси смурная абсолютно но хорошая психоделия электрическая кантри рок-группа в полном смысле этого слова и совершенно отдельное существование это концертные записи потому что то что на студийных альбомах записано great full dead радикально отличается от того что играется на концертах хотят те же самые песни вроде бы играются но там такой такая свобода импровизации когда песни там по 20 минут по 15 минут по 8 в крайнем случае эта группа этому мастера импровизации фантастические концерты были у них к сожалению не видел ни одного так по времени совпало что в америку в те годы когда great full dead играли концерты приехать было очень сложно русскому человеку советскому человеку но это отдельная история концертных альбомах great full dead тоже я расскажу потом а сейчас я покажу пластиночку которую очень люблю вообще на мой взгляд у дэд нет вообще плохих альбомов они все очень хорошие все очень разные вот пластинка 75 года называется blues for allah ну для аллаха блюз короче говоря хотя это чисто американская музыка на самом-то деле blues for allah 75 год состав следующий джерри гарсия гитара вокал кейт гудкокс клавишный вокал донна гудкокс вокал билл кроицман ударная перкуссия фил лэш бас-вокал боб-плеер гитара-вокал микки хард ударная перкуссия роберт хантер слабо почти как у прокал хором отдельный член группы поэт ну и обратили внимание наверное уже на то что два барабанщика и два клавишника в составе группы плюс два гитариста и бас-гитарист и бэк-вокалистка она даже не бэк она даже поет еще сольные партии и музыка такая как как обозначить стиль музыки great full dead который здесь кстати говоря в полной мере раскрыт есть альбомы great full dead чисто роковые нам несколько поздних альбомов и там так и не скажешь что это стиль great full dead там такой американский рок очень хороший очень красивый но для тех кто любит эту группу они все равно хороши потому что голоса те же гитары те же звук тот же но уже в такой более традиционный урок что называется уход а вот этот невероятный стиль в котором смешано в равных пропорциях значит так пойдем сначала психоделия джаз регги рэггей можно сказать рок-кантри и много-много-много-много чего еще то есть почти франк заппа но совершенно другая история help on the way и slipknot slipknot две песни в одну слепленные это начало альбома начинается с гитарного аккорда прозрачного без всяких искажений обработки только такие без 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 овердрайвов без дисторшен of обработки если и есть то это реверберация это флэнжеры это что-то вот такое вот на чистый звук ориентированно и звук гитарный очень чистый очень ясный очень точный очень острый джерри гарси играет очень острыми такими нотками до звука извлекает очень высекает прямо эти ноты быстро хорошо и так неожиданно так неожиданно вот это вот полотно help on the way и slipknot которая в общей сложности длится всем с небольшим минут как я говорил начинается с этого прозрачного аккорда и тут же длинная гитарная фраза которая идет всю на протяжении всего всех этих вот 7 с лишним минут как рефрен такая вот сложная закрученная гитарная фраза начинается вокальная партия которая следует этой гитарной фразе гипнотически совершенно это все в это никакая там пространная такая история это все в темпе такая вот примерно так очень все красиво и неожиданно уходит в джаз такой приближенный что-то что-то между калтрейном и майлсом дэвисом ближе к маялсу дэвису совершенно неожиданные смены тональности смены аккордов то есть начинать такой модальный джаз сыгранный на двух гитарах с похожими тембрами они переплетаются звуки этих гитар переплетаются вяжутся в узлы гарсия играет соло боб вэйр играет ритм очень сложный с массой аккордов все это так все это закручивается закручивается аккорды меняются 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 и группа как-то погружается все глубже и глубже и глубже в этот модальный джаз непонятно как она из него вылезет но в конце раз и почти в заглавный риф выходит в роковой нормальный такой понятный раз вылезли хотя все это не спонтанно все это написано все это очень здорово дальше фрэнклин стауэр можно вздохнуть американская хорошая с элементами кантри двухгитарная такая приятная песня приятная и понятная и дальше уже пошло безумие king solomon's marbles песня из трех частей состоящая где опять начинается вот этот гитарный джаз-рок ну мы привыкли когда слышно понятие джаз-рок да это это дудки это браз это такой вот накал а здесь джаз-рок в стиле кул такой опять-таки вспоминается милс дэвис холодные прозрачные острые гитары смены аккордов чисто джазовый джазов джазовые дебри начинаются но очень легко воспринимающиеся очень приятные the music never stops это уже ближе к тому что называется наверное ну даже не джаз-рок хотя с элементами это какая-то заповская такая история заповская из 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 самых простых мелодий заппы можно так сказать вот эта история the music never stops crazy fingers изумительная работа клавишных космические совершенно звуки с вибратор все это вот так вот размывается при этом песня совершенно конкретная crazy fingers но вот эти клавишные они просто на них все лежит лежат две гитары замечательных электрических острых точных крутых очень приятные голоса у гарсии вэйра замечательное двухголосие и трехголосие и четырехголосие когда еще девушка подключается со своим бэк-вокалом который переходит в лидер вокал иной раз иногда sage and spirit небесные просто какие-то небесные звуки нескольких акустических гитар сыгранных без солирующих одноголосых таких фраз арпеджио такие красивые переливающиеся одна в другую в стерео базе все это все это все это плывет и флейта сверху просто музыка небес музыка ангелов не длинное полотно три минуты всего ну вот такая просто ах ах вот эти акустические гитары звенящие в реверберации много очень нот много звуков и они так прямо вот обволакивают обволакивают очень здорово и единственная вещь которая мне здесь не нравится это главное произведение данного альбома блюз фаралла тоже она состоит из раз два три из четырех частей длинная почти что только около 11 минут по моему людей был пробран 10 минут здесь мне трудно сосчитать потому что все эти части они отдельно помечены это какая-то такая уже совсем медитация очень много голосов поет хор странную непонятную такую квази восточную мелодию хором разложены голоса и все это в реверберации опять же все это висит в пространстве и вот эти голоса они плывут 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 я бы не сказал что это прямо как-то так легко и и приятно и красиво я не знаю что сподвигло музыкантов написать такую мелодию многим она впрочем нравится многие считают что это шикарное полотно может быть я просто не дорос свои годы еще надо лет десять послушать и тогда зайдет что называется очень может быть да да может быть там не знаю 10 20 лет может быть к 80 там в 90 уже это по проймет эта штука ну пока не очень-то но тем не менее послушайте может быть вам это понравится потому что музыка сложная интерес я имею ввиду именно блюз фарала песню то что было раньше это вершина просто это блеск кайф это здорово это сравнить ни с чем нельзя это great full data цена отдельная отдельный звук отдельное построение песен отдельные мелодии ничего не сними сними слиза на ни с кого разве что мэлс дэвис вспоминается иной раз когда вот слушаешь эти необычные модальные такие вот джазовые переходы гитарные даже построение я бы сказал вот а что касается заглавного произведения она для меня даже еще слишком сложно ну дальше решение за вами послушайте напишите в комментариях свое мнение о заглавном полотне обо всем остальном я представляю что вы напишите потому что ругать здесь невозможно ни за что здесь только хвалить только восторгаться great full dead я буду много говорить об этой группе blues фарала 1975 год great full да да у нас много и будет много это заслуживает того стал пойду пить спасибо пока